И снова лодочки, и снова катера-катерочки, и снова вода. Таких видов, таких пейзажев здесь, на юго-востоке Финляндии, хватает. Добрый-добрый день, дамы и господа. Единственный сегодня ветерок и совсем нет солнца, но тем не менее мы погуляем. Мы с вами чуть-чуть погуляем по одному маленькому, миленькому городу, который находится совсем неподалеку от границы с Россией, и называется он Хамина. Да, если вы едете из Петербурга в Хельсинки или наоборот, то Хамину вы проезжаете. Сегодня уже по современной трассе практически не замечая, а когда-то дорога шла как раз через город. И вот тот мост, который вы видите вот там впереди, это и был когда-то единственный путь из одной столицы в другую. Поэтому хотите вы того или нет, но Хамину вы проезжали в свое время. Пару слов мы здесь о ней обязательно говорили, когда ехали с туристами, например, смотреть Хельсинки. Да и сегодня, мне кажется, это личное направление для того, чтобы приехать сюда на денек-другой. Мы с вами сейчас выясним, как город выглядит. Пока я нахожусь немножко на окраине, но нахожусь как раз на берегу залива Хамина, и переводится как город у залива. Фридриксганн, так его будут называть еще в 18 веке шведы, когда чуть отступая во время Северной войны, здесь заложат новую крепость. Но вообще поселение известно еще чуть ли не с 14 века. А Пербраге сделает Вехкалахти, так поселение тогда называлось, городом уже в 17 столетии. Порт, главное занятие, конечно, жителей города. Все логично. Вот здесь, посмотрите, даже есть такой памятник как раз портовым рабочим. Очень интересно, что вот эта цепь с крюком, она ну просто уходит в небо. Симпатично смотрятся такие тут, видите, портовые рабочие. Памятник этот даже неплохо видно с трассы, когда вы едете. Рабочие руки в Хамине в последнее время очень нужны. Компания Google здесь открыла свое представительство. Представительство огромный и большущий район на окраине Хамине. Так и называется Google, соответственно. Ну, это, повторюсь, окраины. Архитектурно самое интересное в Хамине находится в центре. Очень любопытно, как от одного здания, здания ратуши, лучами уходят улицы во все стороны. То есть такая радиально-кольцевая структура у города. Ну, если хотите, как у Москвы. Понятно, масштабы другие. Вот это мы с вами прямо сейчас и пойдем смотреть. Друзья, если хотите поддержать мой канал, то, если вы смотрите наши видео из России, можно это сделать на сервисе Бусти. А если из любой другой стороны этого прекрасного мира, то тогда становитесь спонсором моего канала, друзья, на YouTube. И тогда все видяшки вы будете смотреть первыми. Ну что же, покинем этот чудный берег, эти чудные белоснежные яхточки, кораблики и лодочки, и пойдем гулять в самый центр. Пока я шел от залива, что-то похолодало, поэтому я немножко утеплился. Надеюсь, вы тоже не мерзнете, друзья. Не так важно, по какой из улиц вы дойдете. До центра указатель будет Кес-Куста. И рано или поздно впереди вас будет встречать вот эта желтая постройка с башенкой, которую вы сейчас видите. Все те лучи, которые отходят от ратуши в разные стороны, это как раз улицы, которые к ней и приведут. Вот тут любопытно, смотрите, современное здание, просто магазин, но вот здесь есть вот такая черно-белая фотография. Вглядитесь еще раз, друзья, вот она ратуша, да? Вот такой симпатичный угловой домик здесь на каменном цоколе и современная постройка там в три этажа. Да, вот посмотрели? А теперь посмотрите, как оказывается не сильно, что изменилось-то и за полвека. Ну, рад, что вместо велосипедов там припаркованные автомобили. А так, в целом, вот она, нулочка Фредрикин Кату, которая вас к ратуши и к ратушной площади может привезти. Абсолютно все равно, по какой из улиц вы пойдете, поэтому выбираете любую. Видите, что эти улицы-лучи, они пересекаются еще и вот такими улицами. Не то чтобы кольцевыми, они скорее угловые, которые город вот так опоясывают со всех сторон. Вот тут интересно, видите, современное каменное здание, да, вроде бы ничего важного, но здесь есть мемориальная доска, которую тоже лучше не проходить мимо по-фински и по-русски. Написано, что здесь стоял каменный, а точнее, на месте этого каменного дома стоял домик деревянный, где жил Маннергейм во время своей первой попытки поступить в тот самый императорский кадетский корпус. Чуть позже покажу вам то учебное заведение военное, где учился будущий маршал. Здание, что с левой стороны от нас, как и на той фотографии, что мы видели, да, каменный цоколь и деревянное, в основном очень симпатичное, здесь на углу отличное кафе. Много хороших кафе в Финляндии. В Хамине, может, их не так много, город все-таки не самый туристический, но вот это очень милая Кахвилла. Ну и сама Ратушная площадь, друзья, конечно. Если хотите, самый центр города и то солнышко, да, от которого лучками как раз отходят улицы. И вот она, Ратуша. Постройка конца века 18-го. Это Иоган-Брокман. Восемь улиц в Ратушу так втыкаются со всех сторон. Сегодня здесь рабочие офисы городского муниципалитета. Тоже кафе на первом этаже. А в разное время чего тут только не было. И банки, и лавки, и гауптвахта, и полицейское управление. Ну и охрана крепости, конечно. Про Бастион и Хамины мы с вами еще скажем. Часы, видите, там на башне? Так вот, они заводятся вручную и отбивают, соответственно, каждый час. А вот так выглядит центральная площадь. Развивается флаг Хамины. Видите, что это вот такое круговое движение, на которое как раз и выходят, выбегают эти самые восемь улиц. Ну, сейчас чуть пройдем, наверное, целиком круг делать не будем, но такие основные вещи вам покажу. Вот впереди здание, которое может чуть напоминать такой греческий храм. Это неоклассическая постройка Карла Людвига Энгеля, конечно. Это сороковые годы 19 века. Его работа, посмотрите, Лютеранская церковь Святого Иоанна. Когда-то там была, вот на этом месте, служебная квартира коменданта крепости, где в том числе останавливалась российская делегация, которая подписывала Фридрихсгамский мирный договор. Поэтому там можно мемориальный камушек даже найти как раз у основания церкви. И вот такие одноэтажные, видите, домики. Здесь, наверное, надо перейти к ратуши, что-то мне подсказывает. И она вроде бы круглая, эта самая площадь, но вот когда так ее проходишь по кругу, то отчетливо видны ее углы. Она напоминает все-таки восьмигранник. Ратуша в центре, и от нее во все стороны вот такие лучи. Ну, правда, необычная планировка, да? То есть сразу понятно, что планировка такая была спущена сверху, что называется, что это не так случилось, и не город сам так развивался, а что вот в таком плане, вот с таким ансамблем, да, его решили перестроить уже в 19 веке. Уже после Фридрихсгамского мирного договора, а это, если хотите, главное событие в истории Хамминга, ну, по крайней мере, последних двух веков. Это 1809 год, это подписание договора о том, что Финляндия перестает быть частью шведского королевства и становится частью Российской империи. И вот посмотрите, такой современный памятник, стеклянная тумба с пером, да, который вот только что был как раз подписан 17 сентября, посмотрите, мирный договор в Хаммине. Опять же, написано здесь и по-русски, и по-шведски, и по-фински. Вроде бы он в Хаммине, да, но хамминским его не называют по-шведски, Фридрихсгамским называют тот мир и тот договор соответственно. Пока не хочу уходить с этой площади, посмотрите еще раз ее со всех сторон. И еще одна интересная доминанта площади, она вот там чуть-чуть сейчас прячется за этими березками, но мы сейчас подойдем, вы сможете ее рассмотреть. Посмотрите, очень интересная колокольня, такая надвратная. Сразу понятно, что не лютеранская, да, вот просто по облику, по сути своей так и есть. Это православная колокольня, а там в глубине прячется православная церковь святых апостолов Петра и Павла. Очень редкий, по своей форме, круглый храм, друзья, в таком неоклассическом стиле. Может быть, какие-то византийские формы он повторяет. Не знаю. Проект интересного итало-французского происхождения архитектора Луи Висконти. А если знаете, ему принадлежит проект памятника на могиле Наполеона в Париже. А вот это его церковь 30-х годов 19 века, действующая сегодня. К сожалению, закрыта сейчас даже сама территория, поэтому показываю ее вам так, чуть из-за ограды. Вот. Ну, очень здорово сочетается, согласитесь, цвет этих стен вот с этой охрой клёна. С ним березками, такими русскими вообще, по сути, березками. И еще раз ратуша. Видите, в чем, ну, некий эффект, да? Вот такой радиально-кольцевой планировки. По какой бы улице вы ни шли в центр, вы рано или поздно окажетесь на этой площади. Вот так. Поэтому тут все понятно. Тут все ясно. И очень сложно заблудиться, что тоже плюс. Вот так выглядит как раз вход. Повторюсь, закрыта ограда. Но мы с вами пойдем по соседней улице, сделаем пару шагов. Да, вот это интересное здание, друзья, посмотрите. Вроде бы ничего из себя не представляет. Да, такой аккуратненький, в полтора, скажем так, этажа, домик, который сегодня является городским музеем. Во-первых, это одно из самых старых зданий города. То есть в 18 веке этот дом выглядел приблизительно так же. Во-вторых, городской музей там не случайно. Я сейчас перейду здесь дорогу. Вы будете сейчас видеть мемориальную доску, которая гласит о том, что именно здесь, в этом доме, в 1783-м, шведский король, посмотрите, Густа III, да? И Киасарина Катарина, ну то есть Екатерина II Великая, соответственно, вели переговоры. Вот здесь дело было. И сегодня как раз в музейной экспозиции тоже есть пару слов, как раз рассказывающие об этом событии. Густа II, Екатерина, Густа III, Екатерина II, они были дальними родственниками, это раз. И тот, и другая увлекались театром, и по вопросам театра, как тоже вели переписку. Плюс очень важно было Екатерине понять, будет ли Густаф ее поддерживать во время войны с Османской империей, то есть с турками. Ему было важно понять, что она думает относительно его планов на Норвегию и так далее, и так далее, и так далее. И вот несколько дней, да, здесь как раз были переговоры. Несмотря на это, в том же самом 18 веке, в 80-х же годах, тем не менее, все равно будут воевать наши страны, но в основном эти сражения будут происходить на море, когда мы с вами по Котке гуляли. Помните, мы вспоминали как раз про эти битвы конца 80-х годов 18 века. Ну что же, еще раз вышли мы на Радочную площадь. У вас может создаться впечатление, что кроме этой площади в городе и делать-то ничего, это не так, естественно. Мы с вами сейчас в этом убедимся. И я, наверное, да, в следующую улочку наверну направо, вот там, где написано Хамино-Бастиони. И вот тут, видите, тоже указатель? Бастиони. Бастионы, друзья, пойдем смотреть. Дело в том, что Хамино-город, конечно, военный, город пограничный, то есть город, который жился, ну, если не всегда, то большую часть своей истории в таком военном положении. И что касается бастионов, да, то те, которые дошли до наших дней, они уже будут выстроены после вот тех событий конца 80-х годов века 18-го. И в том числе Александр Суворов по приказанию Екатерины начнет в 90-х годах 18-го века как раз строительство и укрепление и восстановление и всех вот этих вот замковых крепостных фортификационных сооружений той самой Хамины, да, Фридрихсгам. И надо сказать, что бастионы эти сегодня в отличном состоянии. То есть какие-то из них это просто такие пологие высокие стены, с которых зимой финские дети просто катаются на осанках, да? Логично. Какая-то часть есть такая более-менее музеифицированная, где как раз рассказывают об истории всех тех войн, сражений, которые через Хамину прокатились, когда туда-сюда двигалась граница. А вот эта часть, к которой мы с вами сейчас идем, это бастионы, которые были перепрофилированы в концертную площадку. Хамину называют городом фестивалей. Очень много любопытных мероприятий здесь происходит в течение года. В основном летом, понятное дело. И вот этот бастион является выставочной и концертной площадкой, где звучит классическая музыка, где происходит фестиваль военных оркестров, куда приезжают иногда солисты оперы. И вот посмотрите, летом эта штуковина вот так вот накрыта тентом. Видите? Чтобы плохая погода, которая летом тоже случается в Финляндии, не могла помешать. И вот так под этим тентом даже по-русски написано «Магия и звездные моменты», «Чудо-бастион». Вот как раз выступают музыкальные коллективы. Вот, друзья, сейчас, конечно, очень сложно себе все это представить. Вы видите, что остров вот этого тента, он разобран. Тут ничего, поэтому и мы с вами тоже пойдем. но для маленького города с населением там в 20 тысяч населения любое подобное мероприятие, крупное событие, когда про город скажут в национальных новостях, это, ну да, это здорово. Вот так, посмотрите, хаминный выглядит с высоты. Вот о чем мы с вами сказали. Видите, вокруг как раз вот этой ратушной площади мы с вами походили и посмотрели Энгелевскую церковь, Православную церковь, этот самый домик, где Екатерина с Густавом третьим встречалась, и вот дошли сюда до Бастиона. Теперь осталось нам с вами посмотреть ту самую школу гвардейских офицеров, это вот сюда. Сейчас пойдем. Сам город, видите, как мило выглядит, то есть шедевров архитектуры тут немного. Живут люди скромно и с достоинством одновременно. Очень много деревянных домиков на улице чисто, спокойно, безопасно. На скандинавский манер финны тоже стараются не занавешивать окна свои даже вечером, поэтому, когда темнеет и в окнах зажигаются огни, отлично видно, чем занимается город. Вот они, балконы, финские балконы, мои любимые. Ну, это больше, наверное, не такие террасы, но все равно с цветами, с какими-то минимальными, но тем не менее очень стильными украшениями. Мы с вами сейчас идем в сторону еще одной церкви, друзья, опять же, энгелевская, ну, точнее, как, он будет перестраивать ее фасад, уже, понятно, в 19 веке, а изначально это чуть ли не церковь 14-го столетия, то есть, можно сказать, что из всех, которые сегодня мы можем найти в губернии Кеменласко, это старейшая. Но в 20-х годах века 19-го при реконструкции церкви появляется у нее такой новый неоклассический фасад, который вы сейчас и будете видеть. Вот она, лютеранская каменная церковь Девы Марии. Там чуть-чуть сохранились и средневековые настенные росписи. Там есть небольшой музейчик, который рассказывает про церковную жизнь, там еще начиная с 18-го века. Но сейчас не пойдем внутрь, так вот пару кадров буквально. Вот современная пристройка там находится такой. И часовня небольшая, и библиотека, и воскресная школа лютеранская. Ну, вот так. Ну, и наша следующая остановка, это, конечно, та самая школа офицеров. Школа офицеров резерва, как ее называют. И здесь уже такая хаменно-военная как раз будет проявляться, друзья. Самый, наверное, известный человек, который учился в этой школе, главный ее фасад, там покажу чуть попозже, это Карл Густав Эмиль Маннеркейн, друзья. Гералл-майор, свит его величества, императора России, позднее маршал, президент Финляндии, который из этой школы будет отчислен. Вот так. Школа находится вот там, чуть левее, здание, что в центре у вас, это небольшой краснокирпичный колодец, но я хочу показать вам такую одну чудную аллею с флагами разных государств, в которые когда-то входила Хаммин. Это очень любопытно, друзья. Как раз ветерочек, поэтому они будут развиваться. Думаю, что удивитесь. Ну, а сначала перед этим вот тот красный кирпич, посмотрите через дорогу гарнизонный клуб, постройка середины 19 века Эрнста Лорхмана. Это бывшая служебная квартира начальника той самой императорской кадетской школы. Такой образец, если хотите, именно русского имперского зодчества. Здание краснокирпичное, суровое. Офицерский клуб здесь будет с 1918 года, а сегодня ресторан здесь находится, который как раз так и называется гарнизонный клуб. Вот по этой улице мы с вами чуть прошли, видите, еще раз наши с вами ратуши, да? И вот, вот эту аллею как раз хочу вам показать, посмотрите. Здесь флаги всех тех государств, которые когда-то входило Хамином. То есть все начинается с Кальмарской унии, вот он этот самый флаг, а заканчивается например флагом Европейского Союза и Организации Объединенных Наций. Плюс встречаются здесь и три флага, которые имеют отношение к нашей стороне. Соответственно российский, потом вот тот который был там в годы Первой мировой. И вот все они здесь, не только на инфоплакате, но и вот так вот по-настоящему вся коллекция. Вот флаг Кальмарской унии, вот он шведский, следующий российский, имперка и так далее, и так далее, и так далее. Он, кстати, очень любопытный, флаг красный. Ветер вот как назло стих. Вот сейчас в центре экрана вашего он красный с золотым львом, который стоит на задних лапах. Это будет финский флаг времен первых лет независимости, а сегодня это герб страны, который чеканит финны на своих евро. Но потом уже финские флаги и флаг ЕС. Но так, любопытно. Из построек здесь красно-кирпичный колодец, тоже 19-го столетия, не работает, понятно, сейчас, дай бог ты с ним, но все равно любопытно. Смотрите, вот он. Такой аккуратненький, там даже такие дельфинчики, видите, с переплетенными хвостами наверху. Хорошо видно, это тоже 60-е годы 19-го века. Того же времени пушка, ну, может 60-е, может 70-е, не знаю. Вот это строгое здание, это не что иное, как манеж, который будет выстроен Энгелем, все тем же, Карлом Людвигом, наша все в Финляндии, Энгелем, бывший манеж до верховой езды, где сегодня зал таких торжественных мероприятий. Ну и вот она, сама школа, посмотрите, архитектура тоже очень строгая, понятная, такая имперская, то есть конец 19-го века, школа сразу показывает, своим обликом всю серьезность тех дел, да, которые там внутри, архитектура Якоб Аренберг. Именно здесь будет работать почти век Финляндская Императорская Кадетская школа, с которой как раз свое время, повторюсь, и будет отчислен Маннергейм. Этот плац, тем не менее, его, конечно, помнят, то есть вот здесь не раз он маршировал со служивцами, сегодня здесь мемориал погибшим с 39-го по 45-й с финскими цветами, ну и улочка, которая отсюда уходит, называется в честь Маннергейма. Мы с вами сказали, что в Финляндии нет города более-менее крупного, где нет улицы Маннергейма. Биография потрясающая, то есть из этой достаточно такой скромной, маленькой, тихой Финляндии Маннергейм сумел уехать в Петербург, в Петербурге учился, в Петербурге провел юность, в Петербурге запомнился своими романами, в том числе и будет настоящим имперцем. Маннергейм служил ковлергардом у его императорского величины императора Николая II, более того, сохранилась даже хроника черно-белая коронации Николая, по левую руку от него идет Маннергейм, представьте. Потом по заданию российского правительства он будет путешествовать по Средней Азии, Маннергейм это в первую очередь путешественник еще, не в первую очередь, да плюс ко всему фотографировать будет, ну как разведчик в том числе будет работать. Ну а потом семнадцатый год, потом независимость Финляндии, потом Зимняя война, чего только не было у этого человека в жизни. Потрясающая биография. Я вам хочу сказать, что в Хельсинки есть музей Карла Густава Эмиля Маннергейма, так вот экскурсии там проводят на русском языке с таким очень интересным благородным финским акцентом люди, которые еще с ним были знакомы и рассказывают о его коллекции медалей. Только представьте, это человек, которого награждали Николай II, Гитлер и Сталин. Вы можете себе представить вообще биографию? Вот это Маннергейм, да? А вот это как раз школа, которая связана с его юностью. И два шага отсюда, друзья, мы с вами сделаем опять бастионы хамены вас будут видите, сопровождать. То есть, повторюсь, сегодня они особо прям какими-то яркими достопримечательностями это и не являются. То есть, чтобы взять все бросить и приехать в камену бастионы посмотреть, ну, это, наверное, странно. Многие из них, повторюсь, зимой это просто горки для тех, кто любит кататься на санках. Здесь вот что-то вроде такого, видите, ну, как парка, что ли, где-то сквозь эти бастионы проложена дорога, где-то нет. Никто не собирается их как-то разрушать, особо они не нуждаются в реставрации, поэтому вот они тут есть и есть. Как память, опять же, о том, что всегда неспокойно было на границах Ахамина, на протяжении большей части своей истории, это город пограничный. Ну, и военный, естественно, мы с вами ту самую школу посмотрели. И вот любопытно, в двух шагах от этой самой школы, друзья, есть памятник, который делает, знаете, из города военного, добавляет ему каких-то милых, милых красок. Это памятник вот такой вот Варваре. У нас, если помните, любопытный Варваре на базаре, нос оторвали, да, у финнов все под руком. Значит, после обретения независимости Финляндии то самое к детской училищу в Камине будет преобразована в школу офицеров запаса. И вот в это время в городе жила вот эта чудная Варвара. Посмотрите, какая милота. Варвара то ли Шантина, то ли Шантин, то есть не очень понятно опять же ее происхождение, но и эта добрая женщина каждый день приходилась с тележкой с пирожками как раз к этой самой военной школе. Вот ее пирожки, вот сумочка, а вот тележка. И своим мальчикам, кадетам она продавала пирожки, фриттеры, такие обжаренные в тесте куски мяса или рыбы. Утешала кадетов, если долго, например, письма не приходили из дома. Плюс, конечно, следовала за ними на маневры, поэтому выучила расположение там всех траншей, пулеметных гнезд, иногда подсказывала, чего и куда бежать, и чего делать там, и прочее, прочее. Ее не стало в сороковые, а всеми сторонам скульптор Вейко Хау Кавара он поставил ей вот такой памятник из нержавейки. Причем, есть в Хамине и кафе, которое называется Варвара, и сам памятник. Его возводили на средства, которые собирали сами выпускники вот этой военной школы. Вот так. Мило, правда? Вообще, милый город. Вот от него остается очень такое милое ощущение, милое послевкусие. А еще, мне кажется, с Хаминой очень приятно начинать как раз путешествие по Финляндии, когда вы только-только прошли границу. И вот так, все посмотрев, Хамину можно и покинуть. Если вот так все время прямо, то вы встаете на трассу и выезжаете уже в сторону Пьетари, то есть Санкт-Петербурга, куда сейчас поеду и я. Друзья, с вас травешка. Если понравилось это видео, если понравилось Хамина, не забывайте подписываться на мой канал и до новых встреч.